Привет, ребята! Опять вопросы такие. Вот мне муж изменяет. Что это для меня? Что делать? Это я себе изменяю? Что дальше делать? Как это решать? Или муж пьёт? Что это для меня значит? То есть это я хочу там что-то? Что мне там транслируют? Что с этим делать? Во всех эфирах одно и то же. На любой вопрос, на любую проблему только один ответ, только одно решение. Нам нужно понять, что нам показывают люди. Мы задаём себе вопрос, для чего я этого хочу, зачем мне это выгодно, что мне мешает это изменить. Выписываем шаблоны. Дальше, что он мне показывает, для чего люди пьют, чтобы забыться, выражать себя как хотят, не стесняться, расслабиться и так далее. То есть вы это всё выписываете, это всё вам не хватает. Но как это дать, естественно, как все эти чувства дать? Надо трансформировать шаблоны. То есть вы сначала берёте две крайности всех этих чувств, шаблонов, трансформируете для того, чтобы найти суть. А все эти крайности от этой сути, это всего лишь способы применения одного чувства. То есть две противоположных. Расслабление, напряжение — это одно и то же, это одно чувство. Но напряжение и расслабление — это просто способ использования этого чувства. Когда вы поймёте, что это за чувство, вы найдёте ему применение. Но когда начнёте применять, соответственно, и реальность поменяется. Любой вопрос решается одинаково, совершенно. То есть задаём вопрос, ещё раз повторю, блядь, видео на репите можете послушать, ещё раз повторю. Мы задаём вопрос, зачем я этого хочу? Для чего я этого хочу? Почему мне это выгодно? Что мне мешает? Задавая вот эти вопросы, вы выписываете список. А потом ещё задаёте себе вопрос, а что мне зеркали, что не хватает? Да какие чувства во мне вызывают? Или для чего он это делает? Например, человек спешит. Значит, выписываем шаблон «спешка, неспешность». Или человек делает всё неправильно, а нас это бесит. Мы пишем «правильно, неправильно». И вот только после того, как вы трансформируете шаблоны, поймёте, в чём суть, что «правильно» и «неправильно» — это просто способы использования определённого чувства, которое составляет целое, оно одно. А противоположности — это всего лишь способы применения, ещё раз вам говорю. Когда вы найдёте суть этого чувства, что это такое, вы поймёте, что оно ни плохое, ни хорошее, что не надо раздражаться на него, что это моё чувство, это мой талант, который я могу использовать. Я его могу использовать в каждом своём действии. То есть вы начинаете все эти чувства использовать. Когда вы начинаете их использовать, вам перестаёт люди показывать все эти чувства, перестаёт вас раздражать, вызывать какие-то беспокойства, потому что это для вас нормальное чувство, вас это уже не будет раздражать. Это круто, вы начнёте это применять. Для этого нужно трансформировать шаблоны, ребят. Курсы, пожалуйста, трансформируйте. Кто вам мешает пойти обучиться трансформировать шаблоны? Никто не мешает. А вы задаёте из конца конец одно и то же. Трансформация шаблонов — это не просто какая-то техника, это вообще стиль жизни. Это просто ходить и изучать этот мир, изучать себя. Трансформация шаблонов — это просто так называется. То есть вы ходите и начинаете просто любить. Трансформация шаблонов равно — это учиться любить. Мы, когда трансформируем шаблоны, мы признаём все чувства, признаём их суть, находим им применение. Это и есть, называется, любовь. Когда вы всех своих демонов, это вообще школа демонологии надо открыть, всех своих демонов, тёмную сторону, которая вам неприятна у себя, у других людей, они просто вам зеркалят, вы достаёте и все эти тёмные стороны начинаете долюбливать. То есть начинайте понимать, любить это — понимать. Зачем мне это нужно, что это такое, как это применять с пользой. Всё. Ответ один, больше никакой. Если человек пьёт, задаёте вопрос, для чего он пьёт? Какие выгоды? Ну и плюс ещё параллельно выписываете шаблоны, что я чувствую, когда бухает чувак, муж, брат, сват, отец, жена, ребёнок, неважно. Потерялась. Так, а я была на массаже. Это очень крутой массаж. Просто невероятный. Здесь стая делает. Просто кайфовый массаж. Все точечки, все точечки разрабатывает.